Взаимодействие судьбы и предназначение человека с его поступками и желаниями. Как астролог с многолетним стажем хочу немножко добавить от себя. Дело в том, что да, астрологи сначала смотрят изначально, что человеку предписано его судьбой, которая заложена и показана в его гороскопе рождения. По моему опыту 90% людей, которые приходят к астрологу, не знают своего точного времени рождения. Они не сохранили бирочку. Это очень серьезная и колоссальная проблема. Приходит клиент, он ждет, что ты его как бы обслуживаешь и скажешь ему все, от и до, да. Но при этом времени рождения у него нет. Так что здесь очень много есть нюансов. Приходится делать специальные процедуры по уточнению этого времени рождения. В некоторых случаях эта процедура невозможна. Называется она ректификация. Я переключусь. Можем ли мы помочь? Мы астрологи, не мастера фэн-шуй. Астролог не занимается тем, что рекомендует переместить какие-то предметы или поменять дом, в котором человек живет. Мы оперируем понятиями географических координат, естественно. Например, есть такая астрокартография. Это раздел в астрологии, который изучает влияние перемещения человека в другую широту, в другую готу, на его гороскоп. И бывают очень колоссальные изменения. Чем человек дальше удаляется от места своего рождения, тем у него больше происходит определенная коррекция его гороскопа. Поэтому одни люди в эмиграции счастливы, а другие люди в эмиграции страдают и возвращаются домой. Это заложено в гороскопе. Ну да, если меня спросят, например, вот вы мне посмотрели прогноз на год, и там у меня нет заработков никаких, что же мне тогда делать? Я же не могу это изменить. Эта тенденция уже в гороскопе заложена. И насколько я правильно вас понимаю, что вот фэн-шуй, он позволяет как бы что-ли выпрыгнуть из базовых данных человека? Я правильно понимаю вас, что фэн-шуй позволяет с помощью определенных пространственных изменений, там перемещений каких-то средств, даже пойти против той судьбы, которая заложена в базовом гороскопе? Правильно ли я вас поняла? Да, Женя, вы меня совершенно правильно поняли. Ну вот вы астролог, наверняка у вас было количество карт, вы же не одну карту рассматривали, вы рассматривали очень много карт. И наверняка у вас был вопрос, что у человека карта вообще ни о чем, ну вообще ни о чем. Ну а человек хорошо зарабатывает, у него все в порядке в жизни и так далее. Вы не задавались вопросом, и естественно у вас были вопросы, а как вот с такой картой человек вот стал таким? То есть он зарабатывает достаточно хорошие деньги? Или же наоборот, вы видите какая-то крутая карта у клиента, но человек вообще из себя ничего не представляет? У вас же были наверняка такие ситуации? И они были в жизни у любого человека. Если человек консультирует, то он наверняка сталкивался с этим. И что? И вы задаете вопрос, что что-то не то с наукой? Нет, конечно. Нет. Просто все упускают еще один момент, это место, где человек живет. И да, отвечая на ваш вопрос, если у клиента нет денег, в карте вообще никак не проявлено, что вообще нигде не состоится и так далее, но если ему все равно удастся попасть именно в хорошую недвижимость, то есть я опять-таки говорю, вот сильную недвижимость, которая на самом деле дает реальные результаты, да, таких недвижимости единицы, но они есть. Понятное дело, что человек будет жить очень хорошо. То есть он не будет миллиардером, это однозначно. Но то, что он будет иметь сотни тысяч, это точно. То есть это вот, если вопрос конкретно о деньгах, да, если мы в цифрах берем, я не говорю о том, что этот человек, у которого, ну, допустим, там все очень плохо по судьбе, но ему удалось жить, например, не свою недвижимость приобрести, нет. Он живет у человека, у которого шикарная недвижимость, потому что чаще таким людям невозможно попасть в такого уровня недвижимости. Опять-таки по уровню сознания, да. Но если они живут у своего друга, который богатый, то вы увидите, что со временем у него тоже появляется работа, хорошие связи, хорошие сделки и так далее. Наши мастера феншои всегда советуют, что если вы потеряли работу, если у вас все очень плохо с денежным вопросом или даже в семейной жизни, неважно, но у вас есть друг, у которого очень хорошие заработки, то есть он богат, или друг, у которого, допустим, семья, если вас волнует семья, то поживите у него дома, ну, хотя бы два месяца, и вы увидите, как поменяется ваша жизнь. То есть вы обязательно найдете работу, вы обязательно найдете источники заработка, заработков и так далее. То есть феншои работает вне зависимости от того, какая карта. То есть если вы живете в этих энергиях, вы получаете результат. Но для этого нужно как минимум один раз попасть в такую недвижимость, чтобы ее почувствовать. Я надеюсь, что когда-нибудь мы вам еще и квартиру подберем, Женя, и вот тогда вы почувствуете, вы как эзотерик почувствуете разницу между обычными энергиями и энергиями высокой частоты. То есть они совсем другие, и в них по-другому думается, в них хочется реализоваться и так далее. Но это только минимум, да, то есть это самый примитивный момент, о которых я говорю. Но на самом деле, да, я отвечаю еще раз и подтверждаю, что да. Я не говорю о том, что этот человек будет миллиардером, нет. Но то, что у него будет сотни тысяч, это точно.